Спрятали лагерное что-то, вот там, где Кочель, чуть подальше, там избушка была, а там лошади, пастухи рядом с нами здесь были. И нам нужно было ночами, мы прятали, уезжать, когда надо было все спрятать. А мы привозили большие, как это, пенопласт, пенопласт, и мы его, пенопласт на пенопласт, кажется, 8 вместе, и плоты такие делали, туда уносили, у нас фотографии остались. И там плавали, поднимали паруса и пошел. Нам это интересно было. А где спрятать? Вот здесь вот, один раз я пришел, а тут буйная такая вот, это две кучи крапивы, это пойдет на костер. Оттуда большой заяц выскочил, и пастухи были рядом, и никто не знал, где мы. Но мы в разных местах, примерно 5-6 мест. У нас были палатки с собой, дождевики, но не повезешь каждый раз, инструмент. И все надо было сохранить. Самая большая потеря была, кто-то пустил пожар, и он шел, и у нас там подвал был, и старое дерево, и загорелся у нее корень, и по корню проник в наш подвал, и там все сгорело. У фляги даже горловина эта распаялась. Там были сапоги, военные плащи, мы покупали все это на базаре, барахолке, и все сгорело. Пришли, ничего нету. Все обдумали, но что будет пожар, и что там где-то корень, и по корню туда в подвал проникнет огонь, я даже не слыхал такого. Ну что, по-новому начали. Приезжаем, у нас эти шалаши, они все сожженные. Одни только заклепки там лежат на полу. Заплачем, помолимся, и к вечеру уже восстановим. Колодчик надо заново копать было. Ой-ой-ой, как мы осоку резали, камыши, несли, везли все это, ребятишки. Работали. Дети-то были не такие, в основном большие, уже из армии пришли, ну прям невесты. Это все позади. Мы вот оставляем, ну не буду же я все время вечно. Вы что помните, знаете, сохраните для детей на будущее. Как будете жить, где один Бог знает. Вот ничего нет, обыкновенная куча. Здесь, ну, водонапорная башня была. И вот мы ее, видите, поднялись на нее, да еще, но это вон откуда, насколько выше-то. И вокруг нету крапивы. Крапива тогда дальше. Это все, эти большие телятники были. Вот это телятники, телятники корпуса были. Наш колхоз Потеряевка. А правда, что говорят, что крапива растет на самых плодородных местах? Да. Если крапива растет, то земля-то плодородная. Крапива – это лучший показатель плодородности земли. Ну, вот сегодня показать мы можем. Вот что там яма, там оттуда бедрами сегодня носили. А всего были я, Никита и Нестор. Вот это все позади. Просто приятно. Ну, из чего сделано-то все. Видишь, какие лаги-то сделаны. Ну, уже когда знаешь, что… Это Виктор Николаевич, я сказал, он в низинке был там. Я говорю, ты поднимешься выше всех. Это амбон. Вот здесь молитву будут возносить себе Господу Богу. Видите, мы доставали эти жерди, как готовили. У нас все постепенно как-то готовилось. Ведь оно не просто так стоит, оно не падает от ветра. Ее даже вот покачайте. Посмотри, какое оно. Ну-ка. Он стоит? Да. Стоит, закопано. Ну-ка залез туда, как будешь читать молитву. Становись рядом. Давайте помолимся. Господи Божий наш, слава Тебе. Ты дивно милик, Ты благословил это место. Люди жили недостойно, и Ты уничтожил жительство их. И вот новые поселенцы. Пришли тех, которые знают Тебя, любят уставы Твои. Благослови всех приезжающих на крещение. Распространи пределы общих наших, и пошли новых жителей, знающих Тебя. Господи Божий наш, слава Тебе. Аллилуйя. Аминь. Вон еще кто-то к нам идет. Это... Ну кто? Фрося, наверное, с Ксенией. Да. Вот они. Видите, лагерь недалеко здесь, рядом. А ветер-то обдувает. Тут нету, не, мошки ничего нету. Да. Приятно просто. А столовая наша, вон где вторая, ты видела? Я там не была, но я видела издалей. Ну, мы там были, тоже. А там мошка, потому что деревья, она любит это, затища. А тут нет вообще ни одной мошки. У нас дома мошек нет. У нас дома с одной стороны река. И люди, которые со стороны, вот это смотрят, на нас отделятся. Как? В такой бедности живут и радуются. Какая бедность? Писание хорошее. Воздух хороший. Обслуга прекрасная. Одетые, обутые. Храм священник благословляет. Ну, все у нас есть. Вода чудесная. Свой колодец. Холодильники, баня, стирка. Как не радоваться-то? У нас все есть. Раньше этого ничего не было совсем. Совершенно ничего не было. Один пустырь. И мы все равно радовались. Это наша была жизнь. Посмотри, Фросини. Ксюша вторая идет. Сомнились. Старшая. Иди, Ксенюшка, сюда. Вон, Ксюша вторая идет. О, всем интересно. Ну, посмотри. Книги здесь будут. Как утром было и так сейчас. Разве что? Посмотри. Пусть не упадешь. Давай быстрее. О, а дядя Витя-то здесь как раз стоял внизу. И вот теперь ровно там поднято. Вон, как низко было. Ну, смотри, как подняли теперь. Стоять ровно. Видишь, насколько выше. Она туда низ, а здесь ровно. Такое? Да. Вечером придете сюда молиться. И утром. Давай, Ксеню, обнови. Нам вон. Вот так. Зайди, молитву посчитай. Узнаешь место? Поэтому вес лагеря-то не стали трогать. Когда уже придут, увидят. Ай, нахал. Ну. Я уже была. Ну, давай. Ты вот еще еще посмотри, Ксене. Гляди, насколько подняли мы. Чтоб ровно было. А на низ было стояли. Два человека еще. Бог благословил нас. Да, даже прыгать. Ты смотри, какая деревешка-то там. Плахота. Там она даже не шевельнется. Какие лаги. А-то крапиву мы вырезали. Крапивы-то вокруг нету. Весной может столько чуть-чуть где-то взойдет. Мы с корнем ее рвали. Это дядя Никита был. Тут и Нестор. Ну, Нестор так. На подхвате. Где-чего-то сбегать, принести. Лопату там забыли. Побежит за ведром. Нам было удобно с ним. Он это-то не может делать. Инатрий Тихонович, а мы когда будем стрелять из лука? Как? Стрелять из лука. А мы уже стреляли. Да мы уже стреляли. Можем сделать так. Прохладно будет. Сейчас жарко. Я не хочу вас выводить сюда. Вот сюда, на этот холм мы выходили тогда ночами. Молились здесь. Как-то было у нас по-другому маленько. Ну, сейчас у нас есть то, что тогда не было. Вот тогда не было с толкованием считать вот это. Мы сейчас купаться пойдем скоро. Ну, что, пошли? Пошли. Слава Господу. Как здесь изменилось. Да. Интересно. Красиво. Я раньше этого холма не замечала, если честно. А я замечала. Я не видела. Вот вы на сегодня очень замечали. А вы, дядя Володя. На два этих костра хватит у нас крапива. Вон, видишь, крапивное одеяло. Когда угли бывает, надо прикрыть, чтобы кофет прикинуть. А я здесь видела, что это пошла. Это, Ксения, все вспомнится, потом зима-то придет. Угу. Так, нужно сфотографировать эту школу.